Телеканал Самара Гис совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных. Сотни приютили. Проект телеканала Зоопатруль расскажет о том, почему на улицах оказываются породистые хаски и как им помогают обрести новую семью. На улицах оказываются не только беспородные собаки, но и представители голубых кровей. Милки Вэй и Хася когда-то бродили по Самаре и попали в отлов. Этим красавцам повезло. Вскоре после стерилизации их забрали в новый дом, но многим найденным хаски приходится ждать хозяев дольше в реабилитационном центре для собак. Они очень энергичные, именно по этой причине часто становятся бездомными, убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. Самая популярная история это хаски потерялась. Хаски сорвалась с поводка, хаски выпрыгнула через забор. Эта собака рабочая, она должна свою энергию куда-то тратить. Очень редко хаски могут ужиться в квартире, с ними нужно для этого с детства заниматься. Как правило, хасок заводят благодаря их красивой внешности. Люди не до конца понимают, какой объем времени эта собака у них будет отнимать. Оказавшись на улице, хаски, как и все другие собаки, могут попасть в беду под колеса машины и даже стать жертвами жестокого обращения. Наверное, самая запоминающаяся история, это была история Байкала, она достаточно давняя. Он был митис с маламутом и его привязали в области к дереву, очень сильно избили. Он отвязался, выпался на дорогу. Мы очень долго боролись за его жизнь, но в итоге так и не смогли спасти. В реабилитационном центре в селе Лопатина хаски одни из постоянных жителей. Одновременно там размещены около 20 таких хвостиков. И как только одних забирают домой, поступают новые. В центре их называют хаски-команда. В вольерах они любят петь хором. Для того, чтобы дать возможность активным собакам выйти из вольеров и выплеснуть энергию, а также стать более социальными, а в конечном итоге домашними в конце 2022 года создали проект хаски-трип. Состоялось уже шесть таких походов. Почти все их участники впоследствии обрели новых хозяев, но некоторые продолжают ждать. Среди них Юстас. Ласковый, совсем не хулиганистый и очаровательный молодой пес с разноцветными глазами. Он попал в реабилитационный центр двухмесячным щенком, но до сих пор удача стать домашним обходит его стороной. Давно хочет домой и Майло. Майло, да, у нас сторожил всех хаски. Он участвовал во всех хаски-трипах. Очень сильный, мощный, силы просто немерено. Ну, в принципе, с людьми очень добрый. Нашли его в рыбешке. Наша сотрудница привезла его к нам. Отдавали в семью, да, но неудачно. Не справились с его норовом. А так здоровый, молодой, мощный. Ждет свой домик. Этой зимой в реабилитационном центре начали обучать хаски бегу в упряжке. У них такая работа в крови, они с легкостью пробегают по несколько километров. Обучить хаски помогает каюр Елена Мустяц. Но не все из них успевают закончить курс обучения. Например, подающего надежды ученика по имени Север недавно забрали домой. У Елены дома живет шесть собак. Начиналось все шесть лет назад с увлечения ездовым спортом. Со временем питомцев в небольшой квартире становилось все больше. Третьего малыша мы нашли. Он у нас, правда, самый старший. Ему уже около восьми лет примерно. Никусю у нас. Никусю мы взяли из семьи, из другой. Ну, то есть он был щенком маленький. Такая порода сложная. Он полунемец, полухаски. Ну и последние два. Это у нас вот слага мелкий вей. И самое последнее, которое взято в феврале, вот 4 февраля, это хаси. Елена рассказывает, что вопреки мнению о том, что хаски все раздирают и ломают в квартире, ее собаки не безобразничают. Даже когда остаются дома одни. Может быть, из-за того, что их много и им хватает общения сородичей. Много с ними занимаются и хозяева. Часто гуляют, выезжают на природу, гоняют в упряжках. Зато в этой хаски семье все счастливы. Люди просто берут, не думая, на самом деле, эту породу, берут за красивый цвет, за красивые глазки. И когда сталкиваетесь с проблемой, то есть собаки оказываются на улице. Плюс эти собаки, которые могут реально сбегать. Я считаю, что как бы надо убрать из приюта. Прежде чем, действительно, взять, лучше пусть обдумает. Это не просто игрушка, которую можно взять и поиграть. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok